Прямо сейчас будем говорить с вами о продолжающихся атаках на нашу страну со стороны Российской Федерации и ответных ударах по глубокому тылу Российской Федерации. Об этом и не только. Будем говорить со спикером командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат уже в нашем эфире. Юрий, приветствуем вас. Здравствуйте. Добрый день, приветствуем. Юрий, первый вопрос он уже традиционный. Какими были минувшие сутки, куда направляла Российская Федерация свои дроны и ракеты? Ну, накануне, вы знаете, была сбита ракета Х-59, это обычно Днепропетровская область, в том направлении часто запускает именно этот тип воздушного нападения. Ну, далее последовали типичная такая вот атака оккупантов с небольшим количеством шахет 131-136, которые летели в основном в направлении южных областей, юг и восток нашей страны. Приморск-Крахтарск – обычное место старта вражеских беспилотников. И таким образом все восемь были сбиты силами и средствами наших воздушных сил, а также силы обороны, кто к этому был причастен. Ну, в общем, обычный результат, стопроцентный результат. Далеко не долетели. А сейчас, вы видите, активность большая была тактической авиации, была угроза баллистике уже этим утром, про что мы сообщали на телеграм-канале. Ну, и сейчас мы имеем воздушную тревогу по всей территории Украины, связанную с взлетом МиГ-31К, который есть носителем кинжала. Ну, и плюс беспилотники. Много беспилотников именно разведывательных на направлении Николаевской, Херсонской областей, ну, где под Днепром, грубо говоря, расположены и проводят воздушную разведку, таким образом пытаясь разведать ситуацию на линии боевых столкновений для того, чтобы скоординировать удары артиллерии, возможно, и так далее. Юрий, скажите, а есть ли сейчас, вероятно, наверное, нету, но что необходимо для того, чтобы уничтожать те базы и те пункты запуска шахедов в том же Приморск-Ахтарске? Ну, Приморск-Ахтарск, это, во-первых, территория России. Та, которая определенно являлась до 91-го года и так далее. Поэтому наносить удары туда можно, я думаю, нужно. Ну, нужно иметь отчет, отдавать себе, чем могут бить наши силы обороны. Естественно, что у нас есть беспилотники уже украинского производства, у нас есть оружие, которым мы можем наносить удары и наносим по территории России. Вы видели работу наших сил обороны по Ленинградской области, по терминалах, которые с газом. Поэтому именно таким образом наносить удары можно и по местах, откуда их запускают. Там, допустим, это Приморск-Ахтарске, это территория Крыма, часто полигон Чауда, иногда Джанкоя, с Балаклавы. Именно с этих мест стартуют беспилотники. Ну, трудность есть в том, чтобы как-то уничтожать места пусков или базы, где запускается. Там же определенно не какая-то база, в которую можно попасть. Это передвижное средство. То есть они очень мобильные, да? Ну, конечно. Это автомобиль, с контейнером, в котором хранятся эти шахи. Ну, возможно, там операторы где-то, которые управляют этим всем делом, тоже сидят, и поэтому непросто будет поражать вот такие вот мобильные вещи, как вот машины СБПЛА, так же, как и установки тех же самых Искандеров, которые выпускают как баллистические, так и крылатые ракеты. Ну, они же подъезжают на вероятное место пуска, то есть маскируются, выжидают определенное время, делают пуск и сворачиваются, уезжают. Ну, как, в принципе, действует ствольная артиллерия на фронте. Ну, принцип, наверное, тот же самый. Поэтому их вычислить можно, уничтожать их нужно, но все не так просто. Во-первых, нужно знать чем, иметь оружие. Но, как вы знаете, Переморский Ахтарс находится довольно-таки далеко, ну, и какие объекты в Крыму. Да. Ну, и все же, вы уже вспомнили Ленинградскую область. Справедливо и правда отметить, что в российских городах еще не всех, правда, но уже звучат сигналы воздушной тревоги. Повышенная температура в результате пожаров была на российских стратегических предприятиях в последнее время. В частности, и в Смоленской области был атакован авиаремонтный завод. Из открытых источников известно, что предприятие занимается производством, ремонтом вооружения, авиационной и военной техники. Кроме того, на этом заводе производятся ракеты Х-59, о которых вы сегодня уже вспоминали и которыми атаковали наши города неоднократно. Юрий, насколько такие атаки болезненны для россиян и их производственных мощностей? Как вы считаете? Ну, они рассчитывали, что тылы, глубокие тылы противника будут в безопасности. Что, как минимум, у нас нет вооружения, которое может туда доставать, что Запад тоже даже в долгосрочной перспективе давать ничего не будет и так далее. Ну и плюс расчет на собственное ПВО, которое защитит, так, казалось бы. Ну, как видим, все они так просто. Их бьем фактически тем же оружием, что и они, только нашим оружием. Это украинские беспилотники, которые достают и которые долетают, слава богу. И дальше будет, наверное, только больше, потому что есть уже эффект. Вы видите, горят и нефтебазы неплохо, и заводы оборонные, оборонно-промышленного комплекса. Поэтому наращивать нужно и бить, отплатить той же картой. Вы помните, как противник в начале полномасштабного вторжения бил именно по... Ну, прежде всего, воздушные силы были целью, но потом начал бить по нефтебазам, по терминалам огромных, от которых зависит железнодоятельность государства. Ну, а также потом уже по объектам критической инфраструктуры, в том числе и по электростанциям. Вот поэтому сидят уже без света на России во многих регионах. Вы это знаете, что есть напряжение на мощности. Ну, если еще газ и нефть, вот эти вот сферы, объекты топливно-энергетического сектора немножечко поджечь, ну, я думаю, будет совсем весело в России восстанавливать это все непросто. Да, ведь и это просто справедливая ответная мера в условиях полномасштабной войны на втором году, собственно, вторжения. Но еще напомню, что был также атакован завод Щегловский вал в Туле. Там производят зенитно-ракетные комплексы «Панцирь-С» и «Панцирь-С-1». Издание РБК «Украина» также сообщает, что это была плановая работа Главного управления разведки Минобороны Украины. Официального подтверждения пока не было. Но вопрос в другом, Юрий. Насколько эти ЗРК важны сейчас для российской ПВО? Как часто они ими пользуются и какое место отводят? Ну, не зря их прямо на здании Министерства обороны России перетянули на крышу прямо и на другие. Но «Панцирь» — это ПВО ближнего радиуса действия. Есть у них там и зенитные ракеты у «Панциряного вооружения», а также зенитные орудия, то есть пушки, которые, как и у «Гепарда», сравним его с этой техникой, могут уничтожать разные типы воздушных целей. ПВО малого радиуса действия, которое, в принципе, эффективно. Нельзя сказать, что он не эффективен, он работает. Мы даже в свое время такую установку одну захватили, да, силы обороны, и она даже отрабатывала несколько раз, когда это было возможно по воздушным целям. Да, оружие один из самых новых комплексов, которые есть в России, для того он существует, чтобы отрабатывать по таким целям, как беспилотники, ну, крылатые ракеты в том числе. Поэтому любое ослабление в производстве и в том, что поражен, если поражен и действительно там есть результат хороший для нас, то, конечно же, это приведет к тому, что, ну, меньше будет производиться эта техника, мы же ее уничтожаем регулярно, те же панцири. Да, согласно данным Генштаба, 657 средств ПВО уничтожены за эти практически. Среди них, да, среди них и панцири, понятно, и плюс есть же какая-то ремонтная база, то есть нужно, что постоянно выходит из строя, нужно заменять запчастями, поставлять боеприпасы, ракеты, поэтому я думаю, что результат должен быть, ну, очень надеюсь, что результат поможет нам. В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщали о том, что Россия за время полномасштабной войны перебросила и к Москве, и в Крым системы ПВО с Дальнего Востока и Северного региона. Юрий, скажите, какая ситуация сейчас на других временно оккупированных территориях и в приграничных населенных пунктах Российской Федерации с ПВО, и насколько тяжелы нынешние условия работы для украинской авиации, учитывая, собственно, противовоздушную оборону и авиацию Российской Федерации? Ну, ПВО много не бывает для любой страны, тем более для крупнейших стран и в Европе, и на других континентах. Перекрыть полностью большую линию переграничных зон, ну, это вряд ли реально. Поэтому функции ПВО выполняет также истребительная авиация, которая для того и предназначена перехватывать различные типы воздушных целей. Конечно же, Россия не может покрыть всю свою территорию, это невозможно. Ну, это просто нужно на каждом квадратном километре ставить какие-то средства, тем более если говорить о том, чтобы делать ее эшелонированной и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, на линии фронта, где воюет ихняя армия оккупационная, им нужно прикрывать эту армию от средств воздушного нападения наших. Это и самолеты, и ракеты, и вертолеты, и ударные беспилотники. Ну, а также прикрывать территорию Крыма. В Крыму давно уже театр серьезных боевых действий, звучит там очень часто тревога, поэтому сосредоточено большое количество ПВО именно в Крыму и на линии боевого столкновения. Там же дальше, конечно же, они не могут оставить без прикрытия и другие объекты на границе с Украиной. Это северные части, это города, Москва, Петербург, Новгорода, много городов нужно прикрывать. В любом случае там что-то есть. Но долететь туда, как видите, не составляет особых проблем к этим городам. И об этом говорит, что ПВО не может быть, или с стеной стоять и уничтожать прямо все. Поэтому противник это прекрасно понимает. Возможно, будет делать шаги к наращиванию. А мы будем делать шаги к уменьшению ПВО как на линии фронта, так и в его производстве, в Тулу, о чем мы только с вами и разговариваем. Известно ли вообще в целом, какое количество единиц боевой авиационной техники использует Российская Федерация сейчас против Украины в этой войне? Ну, в России около полторы тысячи боевых самолетов различных типов, которые она использует против нас. Ну, они еще и поставляют даже за границу сейчас некоторые модели. Так, и поставляют себе на вооружение, ну, не так много, как они об этом кричат. Если четыре самолета типа Су, одного из типов, ну, Су-30 АСМ было поставлено, то прогремели так, как будто там целую бригаду поставили. Ну, начинают на этом играть тоже. Ну, мы их уничтожаем потихоньку. И российская техника, ну, не то что, да, даже вот сбитая нами. Есть различных много случаев, как разбиваются сами. То ли не долетают, то ли какие-то просчеты в пилотировании и обслуживании. Поэтому, ну, если за год статистику посмотреть, то около десяти, наверное, самолетов разбились российские. Поэтому это тоже для нас отличный результат, скажем так, уже пассивной борьбы с ними. То есть они сами себя демилитаризируют, скажем так. То, та группировка, которая атакует нас и прямо сейчас, я вижу, находится около 20 воздушных целей. Это и беспилотники разведывательных типов разные, да. И истребительная авиация, которая наносит удары управляемой авиаболубом и другим вооружением. Вот таких самолетов, которые сейчас висят у них в воздухе, ну, они около 300 могут держать на разных подступах к нашему государству, на десятках аэродромов. Это и Крым, и Россия, и даже Беларусь, территория Беларусь, там тоже есть российская авиация. И одномоментно, конечно же, вся эта армада не будет подниматься в воздух. Это, ну, совершенно нет никакого смысла в этом. Просто в том, сколько есть ракет у противника, которую они могут позволить себе тратить на войну против нас. Поэтому сейчас носители — это одно, да, а вот ракеты — это совсем другое. Юрий, накануне в Севастополе были слышны взрывы, об этом сообщали Крымреалии, в городе действовал режим воздушной тревоги, где оккупационные власти перекрывали движение по незаконному строению под названием Керченский мост. Сообщали, что российским захватчикам пришлось даже использовать средства маскировки в районе Севастопольской бухты. Известны ли на этот момент, собственно, причины всех этих событий? Воздушная тревога в Севастополе — это уже, ну, это то, с чем живут крымчане, которым камни с неба оказались, да, обычными евреями, ну, хоть камни с неба. Но теперь тревога каждый день, фактически. И я думаю, что вот так будет продолжаться и дальше. Тут никаких иллюзий не нужно строить, потому что главное — это сила обороны, это перебить логистику вражескую. А логистика идет с Крымского полуострова, с нашего Крыма, по Керченскому мосту в том числе. И поэтому нам нужно делать, чтобы перебивать логистические поставки врагу, в частности, на Херсонщину, в Запорожскую область, и наносить удары постоянно и ракетами больших дальностей, и ударами без лодников. Да. Юрий, ну и есть еще интересная информация от мониторинговой группы «Крымский ветер». Они сообщают о том, что Россия опрометчиво поставила в Сочи самолет-разведчик А-50. Совсем недавно такой же экземпляр стал успешной уничтоженной целью воздушных сил Украины в небе над акваторией Азовского моря. Российские пропагандисты тогда писали о том, что специалисты, работающие на А-50, они штучные и очень ценные. Юрий, сколько таких специалистов находится в небе во время полета на этом самолете А-50? Ну, специалистов можно, наверное, посчитать по уже выставленным некрологам, которые на телеграм-каналах и на их официальных ресурсах уже оплакивают, так сказать, оккупантов российских. То есть вечного полета братья и так далее, так далее. Ну, вот вам и ответ, в принципе, лежит на вражеских ресурсах. Я там не призываю читать их, смотреть, поверьте на слово. Ил-22 тоже уничтожен. Там долетел, не долетел, еще надо проверить, настоящее ли фото или нет. Потому что Ил уже не один раз был, ну, это вторая попытка, насколько я знаю, удачная, повреждение самолета, то есть попадание в него. И, возможно, фото с прошлого раза, а, возможно, и свежее. Тут такое дело. Главное, что с Ила тоже выточили двухсотых. Как бы там, если он даже долетел, об этом уже тоже известно. Поэтому, действительно, специалисты, почему штучные? Ну, потому что, если там Су-30-х самолетов много, или там Су-35-х в перспективе, ну, вообще, истребительная авиация, многоцелевых, как их сейчас называют, то эти самолеты, они считаются единичными экземплярами. То есть на пальцах одной руки, фактически, можно посчитать. Сейчас Ил-76, на базе которого сделала А-50. Можно посчитать, как я сказал, на пальцах одной руки, те, что в состоянии летать, те, что модернизированы, отремонтированы. Ну, говорят о восьми таких самолетах, которые есть разные источники. Поэтому и экипажей будет не подготовлено так много. Раз самолетов нет, то какой смысл готовить много экипажей, разве что-то перспективу. Ну, в принципе, сам экипаж тоже разделяется, его члены, на тех, кто пилотирует технику непосредственно. Ил-76-6 – это огромный самолет. Должен быть и командир, ну, летный состав – это командир экипажа, его помощник, штурман, радист и так далее. Ну, а кроме пилотируемой группы, есть еще и спецсостав, который обеспечивает радиолокационную разведку с помощью этого самолета и передает информацию уже на Илон-22 или на другие пункты управления. Юрий, а сколько может уйти лет на обучение такого спецсостава и, в принципе, экипажа подобного самолета? Ну, есть разные вузы профильные, которые этому обучают. Вот, если брать у нас, по нашим меркам, Харьковский университет воздушных сил, который, кстати, очень активно сейчас обучает, несмотря на то, что пришлось уехать из Харькова по разным точкам, даже за границей учатся наши курсанты некоторых специальностей. Вот, несмотря на то, они сейчас активно готовятся. Есть разные факультеты. Это летные факультеты, там обучаются истребители, штурмовики, вертолетчики. Ну, и транспортники. Ил-76 – это военно-транспортный самолет, и поэтому летчики-транспортники, которых, я вам сказал, это те, что входят в состав экипажа, который пилотирует. Это один факультет. А вот люди, которые занимаются непосредственно радиолокационной разведкой, то есть обеспечивают сбор этой информации, это уже может быть факультет радиотехнических войск. Скорее всего, что они должны быть специалистами именно в этой отрасли. Ну, и обеспечивать работу по получению этой информации и ее передачи, можно и находясь на земле и вверху в этом самолете. Конечно же, требуются специальные знания, работы с этими устройствами, которые там на борту, с этим всем оборудованием и так далее. Поэтому специалистов таких не много. И как мы видим, по тех же некрологах, которые там выставили, там буквально несколько офицеров в звании полковников, один-два, а остальные уже молодые, даже до младших лейтенантов. Вот тоже для меня стало, если честно, открытием, что я думал, что там как минимум майор самый молодой, а остальные уже такие взрослые дядьки. Нет, оказывается, молодых пилотов, чьих-то детей послали. А послали почему? Это показатель нехватки, собственно, таких кадров? Ну, тут трудно сказать. Может быть, просто молодой экипаж, может быть, специалисты. Но именно то, что мы увидели в их скорбящих постах, это были молодые официары. Юрий, спасибо вам большое за этот разговор, за ваши комментарии. Как всегда, что находите время для нашего телеканала. Напомню нашим зрителям. Юрий Игнат из спикера командования Воздушных сил Украины был с нами сегодня в эфире Фридома. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Фридом. Фридом – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.